Добро пожаловать на мой канал! Готовим просто, вкусно, быстро! Начинается маслячная неделя и я решила тоже побловать своих близких блинами. Сегодня предлагаю приготовить блинчики по рецепту из старинной кулинарной книги. Необычно заключается в том, что готовятся они на воде. Я очень люблю блинчики с мясным фаршем. Вот я его и буду заворачивать за готовые блины. Давайте готовить! Спасибо всем, кто подписался на мой канал, поделился моими рецептами в соцсетях, оставил свои комментарии и не забыл поставить лайк. У меня есть на канале рецепт, в котором я чаще всего пеку блины. Ссылку оставлю под видео. Прежде чем приступить к приготовлению блинов, я приготовлю для них фарш. У меня отварная куриная грудка, можно взять любое мясо, какое любите. Прокручиваю ее через мясорубку, наливаю на сковороду подсолнечное масло, выкладываю на нее мелко нарезанный лук, обжариваю его до полуготовности. Добавляю сюда фарш, обжариваю. Добавляю в фарш немного воды, буквально 2-3 столовых ложки, для того, чтобы он был более сочный. В фарш я добавляю вареное яйцо, разминаю его вот так, вилкой. Я отправляю в сковороду, все перемешиваю и снимаю с плиты, пусть остывает. Теперь буду готовить тесто. Беру 2 яйца, хорошо их взбиваю, добавляю к ним 2 стакана воды, все перемешиваю. Добавляю столовую ложку сахара, но если вы любите блины сладкие, то положите его больше. Пол чайной ложки соли, соды. Развожу пол чайной ложки лимонной кислоты в одном стакане воды и выливаю в тесто. Я добавила его перед тем, как положить муку, но лучше добавлять в конце, когда тесто уже будет замешано. Постепенно начинаю вводить муку. Хорошо размешиваю, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться вот таким. Как только замесили его, сразу же нужно выпекать. Обычно я в тесто добавляю подсолнечное масло, но сюда по рецепту оно не идет. Наливаю на сковороду немного подсолнечного масла и начинаю выпекать блины. Вот такие блинчики получились. Первый блин испекла, конечно, сразу попробовала. Ну что сказать, похоже на репешку. Отлично подойдут с вареньем, джемом или медом. Я подала их с яблочным повидом, в собственном приготовлении, со сладкой сметаной. Делаю я ее так. Кладу сметану, добавляю в нее сахарную пудру, ванилин и все хорошо перемешиваю. Можно и есть, очень вкусно. Ну а теперь изверну блинчики фарш. Выкладываю на одну сторону столовую ложку фарша и заворачиваю блин конвертом. Вот так. Обычно готовые блины я обжариваю с обеих сторон из золотистого цвета. Но сейчас я этого делать не буду, а уберу их в пакет и положу в морозилку. Впереди еще целая неделя масленицы. Очень удобно. Достал свечи из морозилки, переложил в холодильник, а утром обжарил. Вот вам и вкусный завтрак. Я надеюсь, вам понравилось. Буду рада, если вы поделитесь рецептами своих блинов. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok